Проучили в стиле лихих 90-х или выходка витебских маргиналов. Следственный комитет продолжает расследование уголовного отдела, связанного с похищением человека. Эта история началась еще в июне. Пятеро молодых людей решили преподать урок 24-летнему жителю Витебска. Для этого криминальный квинтет сначала избил свою жертву, а затем вывез на дачу для профилактической беседы. После злоумышленники отвезли избитого и запуганного парня домой и предупредили, что в милицию ему обращаться не стоит. Однако, несмотря на угрозы, о подвигах витебских похитителей все-таки узнал местный губок. Чем закончились разборки реальных пацанов, знает Юрий Шевчук. Началась эта разборка с того, что 24-летний житель Витебска повздорил, с кем не стоило бы этого делать. У оппонента оказался родственник не только с крутым нравом, но и горячими друзьями. Мстить обидчику решили в лучших традициях лихих 90-х. Пятеро молодчиков приехали во двор к своей жертве на БМВ и без каких-либо объяснений начали избивать парня. Но и на этом урок не закончился. После этого избитого парня посадили в машину и повезли на дачу. Там человек, который по убеждению реальных пацанов был явно неправ, должен был признать свою вину и попросить прощения на коленях. Естественно, у избитого и напуганного молодого человека ничего не оставалось, кроме как пойти на поводу у похитителей. Только после этого квинтет храбрецов отвез свою жертву домой. Буквально через месяц всем пятерым был предоставлен еще один шанс продемонстрировать свой крутой нрав. Вот только при встрече с бойцами ГУБОПа вся их смелость куда-то растворилась. 17 августа текущего года одновременно на территории города Витебска были задержаны все пятеро участников данной преступной группы. Причем двое из данных лиц возвращались из территории Российской Федерации, где по имеющейся информации работают в частном охранном предприятии. Задержаны мы от 26 до 28 лет. Причем двое из них уже были судимы за хулиганство и разбой. Кстати, судя по тому количеству вещдоков, которые оперативники изъяли у подозреваемых во время обысков, побывать в суде придется еще раз. Две пары наручников, три пистолета и пакетики с веществом зеленого цвета. Что именно это за порошок, говорят в ГУБОП, выяснится после экспертизы. Подозреваемым по уголовному делу является пять жителей города Витебска. Двум из них следователями предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. К остальным трем подозреваемым избрана мера процессуального принуждения, это обязательство о явке. Сейчас уголовное дело возбуждено по статье «Похищение человека, совершенная группой лиц по предварительному сговору». Однако, в зависимости от проведенных экспертиз, в этой истории могут появиться и новые эпизоды. Но случится это лишь в том случае, если пистолеты будут признаны боевыми, а вещество зеленого цвета окажется необычным порошком. Юрий Шевчук, Виктор Шпак, Зона Х. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова